Теперь перейдем ко второй части, к метеоритмам. В 1994 году по инициативе Государственного ракетного центра и научно-исследовательского института, не ИТФ, называется в Снежинске, которая расположена, была проведена международная конференция по метеоритной опасности. Конференция была очень представительной, но мне посчастливилось участвовать в этой конференции, и я там видел целый ряд крупных ученых из Америки, из НАСА, была хорошая делегация. Кстати, был Эдвард Теллер, если вы знаете эту фамилию, это идеолог, создатель международной бомбы американской. Причем эта конференция, она была не первой под вот этой вот проблемой. Мировое сообщество вот этой опасностью воздействия на Землю космических тел, оно заброшено довольно давно. Но чтобы более конкретно дальше это рассказывать, давайте я вам схематично скажу, что происходит, когда входит космическое тело в атмосферу Земли и подходит к Земле. Вот когда космическое тело находится довольно далеко, тело, но уже вошло в сферу земного притяжения, то естественно у него начинает действовать сила земного притяжения, и начинает его увеличиваться составляющая вот этой вот скорости, которая действует по вектору направления, которое находится в центре Земли, и оно ускоряется при сближении с Землей. Наконец оно входит в атмосферу. А энергия этого тела, ну всем вам известно, ничего тут из школы известно, М2 квадрат по полу. Вот кинетическая энергия вот этого тела, первой космической скорости, как показывают исследования с другими метеоретами, эта скорость варьируется вот от 8 километров и вот есть данные до 70 километров в секунду, до 70 километров в секунду. И если вы подставите сюда эту скорость, возведете ее в квадрат, даже при небольших массах вы получите огромную сумасшедшую энергия. Когда тело входит в атмосферу, это, ну мы считаем 100 километров, на 100 километрах начинает вот уже существенно сказываться атмосфера. Это тело начинает взаимодействовать с атмосферой. При таких огромных скоростях в атмосфере, при движении в атмосфере, около тела формируется ударная волна. Ну что значит ударная волна? Ну как вот, например, в воде, если вы протаскиваете что-то, перед телом образуется волна, то есть оно толкает перед собой, вот, и также тело толкает перед собой какой-то объем воздухом. А так как скорость больше скорости звука, то вот этот вот уплотненный объем, он не может уйти вперед, потому что скорость распространения в размущении воздухе скорость звука, а здесь больше гораздо скорости звука. Там, скажем, 20 километров в секунду, а скорость звука 0,3 километра в секунду. То есть это получается в 60, в 70 раз больше, чем скорость звука, скорость движения тела. То есть вот тело уплотняет перед собой воздух и создает ударную волну. Вязкость воздуха приводит к тому, что она здесь очень сильно сказывается, особенно вот в этом слое уплотненном. Этот уплотненный слой может иметь давление сольной атмосферы, и здесь очень сильно сказывается вязкость. И это приводит к очень интенсивному нагреву тела. Настолько интенсивным, что никакой материал ни внеземного происхождения, ни земного, ни искусственного не может выдерживать такой температуры. Он обязательно начинает разрушаться, плавиться, испаряться, в газ превращаться, в материал. Из чего бы ни создать не состоял этот метеорит. Из-за льда, естественно, и каменный метеорит, живежный метеорит, все равно его поверхность начинает плавиться, разрушаться. Причем, если это тело, газная волна, здесь действует давление сольной атмосфер, а вот сзади тела, сзади тела, это давление не действует, сзади может быть вообще вакуум. Вакуум. То есть, это давление действует очень неравномерно. И вот поверхность тела начинает разрушаться, оплавляться и, так сказать, расплав этот или газообразная составляющая уже в пар, даже железо может превращаться в пар. Все это сносится и уносится в те дальние области. На все это расходуется вот эта кинетическая энергия. За счет вот этого взаимодействия тела с воздухом, оно тормозится, поскольку кинетическая энергия вот на это, израсходовалась на создание ударной волны, на расплоднение этого воздуха, на нагрев, на унос. И если тело изначально было небольшим, ну, примерно, если его диаметр был порядка 1-3 метра, ну, если изо льда может быть до 5 метров, то атмосфера поглотит всю его, всю вот эту кинетическую энергию. Всю. И если тело небольшое, то дальше что может произойти? Ну, это произойдет то, что вы часто видите ночью, вот метеоритом вспыхивает и гаснет. Он весь или испарился, или скорость его замедлилась так сильно, что дальше он падает. С малой скоростью просто падает на землю. С малой что значит малой? Ну, какое-то равновесие между силой тяжести и сопротивлением устанавливается, он падает со скоростью, ну, где-то метров 200 в секунду. Меньше даже скорости звука. Если тело большое, ну, например, больше 5 метров, то его кинетическая энергия не переходит вся в воздух. Оно продолжает лететь в атмосферу, в атмосфере. И здесь вот происходит один интересный момент. Здесь я имею в виду высота примерно от 10 до 20 километров в атмосфере. Вот один интересный момент, который, как я понял вот из всех сообщений, что-то его то ли никто не понимает, то ли не могут толком объяснить ни по телевидению, ни по радио, нигде. Вот на высотах порядка 10 километров плотность воздуха становится довольно значительной. И вот эти вот давления, которые действуют вот здесь, становятся огромными по величине. достигают, ну, тысячи атмосфер, тысячи атмосфер. А с той стороны опять нулевое давление, можно сказать, ну, максимум там одна. Вот говорят, взрыв произошел. Взрыв произошел. Действительно взрыв произошел. А что это за взрыв? Что взорвалось-то? Камень летит. Почему камень взорвался? Вот все время по радио, почему-то взрыв произошел. А вообще-то говоря, действительно явление, похожее на взрыв. Значит, еще раз повторюсь, спереди действует тысяча атмосфер, а сзади – ноль. В теле, из чего бы оно ни было, формируется напряженное состояние, напряжение. И эти напряжения внутри настолько велики при таких давлениях, что они начинают разрывать это тело, из чего бы оно ни не состояло. Если оно, даже если из железа состоит, это железный материал, он тоже может взорваться, если скорость его входа была где-нибудь там, порядка 70 км. Взрыв, что это за, что такое взрыв? В данном случае, значит, напряжение стали велики и тело разрушается. Ну, например, оно пополам развалилось на два куска. Эти два куска, они пока не разошлись, у них еще общая ударная волна, но она уже стала большой. На эти два куска, чуть-чуть они когда разошлись, действуют такие же колоссальные давления, и такие же перепады давления, они продолжают дробиться. Вот это вот, и это происходит очень быстро, можно сказать, мгновенно. Вот это вот мгновенное разрушение, расширение вот этого вот облака, кусков, вот это явление похоже на взрыв. И когда эти куски стали маленькими, мелкими, и вот действия потока воздуха, они разошлись, они быстро, мгновенно тормозятся. То есть получилось, что вот эта кинетическая энергия, которая здесь сохранялась до 10 км, она мгновенно передалась в воздух, в воздух. То есть это и есть вот похожий на взрыв, но может быть он относительно там тротила или атомного взрыва чуть-чуть растянут, получился по времени, но это взрыв. Вот то же самое, а раз вот это произошло, то есть тело распалось на мелкие кусочки, перед ними огромная ударная волна получилась, дальше эти кусочки затормозились, а ударная волна продолжает двигаться дальше. То есть 10 км, если на пути этой ударной волны встречается там, как вы сказали, там предприятие или что-то, то ударная волна разрушает сооружение всякое, может разрушить. Что такое ударная волна? Вот я его нарисовал, ударная волна – это скачкообразное изменение параметров, всех параметров позиции. Если здесь давление было одна атмосфера, ну или там 0 с чем-то атмосфера на высоте 10 км, то здесь стало 500 атмосфер. Если здесь температура была там 0 градусов Цельсия, 300 градусов Цельсия, то здесь она стала 10-20 тысяч градусов. Вот что такое ударная волна – это колоссальное скачкообразное изменение всех параметров – давления, температуры, плотности. И далее она распространяется, поскольку такое большое, большие перепады, она может распространяться со сверхзвуковой скоростью даже и крушить все на своем пути. С распространением дальше ударная волна постепенно гаснет за счет вязких взаимодействий во фронте ударной волны. Значит, здесь происходит ее, так сказать, распад, она становится толще и исчезает, если на дальних расстояниях. Почему до нас, до мяса не дошла, скажем, эта дальняя волна? Потому что вот на расстоянии она уже погасла. Вот когда я сказал, скачком изменяется, вот вы можете мне задать вопрос, а что это за скачок? Вот на каком, на какой толщине вот так вот резко изменяется давление, температура и все остальные параметры воздуха. Вот эта толщина соизмерима с длиной свободного пробега молекул воздуха. Вот если вы знаете длину свободного пробега, вот толщина ударная волна. То есть малая? Очень мало, очень мало. Ну, вот что-то похожее происходило и когда вошел в атмосферу Тунгутского материала. И я полностью убежден, что там просто в атмосферу вошло крупное ледяное тело, то есть остаток комет. Почему там не нашли никаких следов, там и кратеров не было, ничего. Там вошел в атмосферу Земли кусок льда с большой скоростью. Причем кусок этот льда был очень большой, прилично. Может быть его диаметр был 40-50 метров. Вот порядка такого, порядка 40 метров. Можете посчитать, если взять диаметр шара 40 метров, какова будет масса, скорость входа там была оценена в 20 километров в секунду. То есть там была огромная кинетическая энергия. И этот кусок льда, часть его, конечно, испарилась за счет взаимодействия с воздухом. Но где-то на 18 примерно километров вот в этом льду, в этом куске сформировалось вот это огромное напряжение за счет давления. И он распался мгновенно на вот эти мелкие фрагменты. Произошел взрыв, как бы раздушный взрыв, который привел вот к выволу леса там и прочим неприятностям. А за счет того, что, я как уже сказал, в ударной волне и температура меняется, причем очень серьезно, до десятки тысяч градусов можно ставить. И когда эта ударная волна воздействует на лес, то это и вызывает пожар, ожоги и так далее. Вот пролет такого метеорита он может вызвать, если соответствующие условия рядом есть, может по этому следу вызвать целый ряд молний. Вот при таких высоких температурах, вот в этом ударном воздухе, он ионизируется. Он ионизируется. То есть за ударной волной происходит ионизация воздуха, то есть ионный след. Вот на снимках этого Челябинского метеорита вы видели, что за ним такой вот образовался огромный толстый след, белый, инверсионный след. Вот самолет когда летит, за ним тоже белый след образуется. Это конденсация влаги, которая есть в воздухе на элементах сгорания материала этого материала, на песчинках, на капельках, расплавах. Вот он оставляет за собой след вот этих вот продуктов разложения своего материала и на них мгновенно конденсируется влага воздуха. Кстати говоря, я для себя давно понял, что по следу самолета можно предсказывать погоду. Вот летит самолет, все вроде бы ясно, все. Если у него коротенький след инверсионный, то погода так и будет хорошая. А если след чуть ли не был, ждите, завтра погода изменится. Вот этот вот летящий кусок, он нагревается до не только до температуры расплава, в газ превращается, камень в газ превращается. То есть он должен светиться, ведь метеорит, который вы видите, он светится. Потому что это свечение, это именно метеорит из-за высокой температуры. Наверное, вы все читали, вот в чем поражающий фактор атомного взрыва, главная ведь ударная волна. Главная ударная волна. Вот я сказал, что вот такие неприятности могут большие метеориты устроить. Там если их диаметр больше 5 метров, они не сильно тормозятся. Если диаметр метеорита больше 50 метров, для него атмосферы Земли как бы не существует. Для него это ничто. Он пронзает эту атмосферу и врезается в Землю, и все эти метеориты еще больше неприятностей происходят. Теперь вот насчет того, чтобы предотвратить это и как с этим бороться. Вот это тело, летящее, ну скажем, диаметром 10-20 метров. Вот представьте, его нужно увидеть. На земле, на телескопе, его действительно увидеть нельзя на большом расстоянии, ведь нужно увидеть его на большом расстоянии, чтобы какие-то средства здесь сумели подготовиться, если это ракета, то ее нужно подготовить, запустить, вывести там и так далее. Это довольно большое время. А он летит. То есть его нужно увидеть очень далеко, где-то около Луны. Вот представьте, 10 метров тела увидеть около Луны. Проблемы предотвращения столкновения, они тоже очень серьезные. Ведь как предотвратить? Нужно его или отклонить, ну предположим, какими-то средствами мы его увидели. Для того, чтобы его увидеть, лучше всего, конечно, подходит спутниковая система какая-то, специальная спутниковая система. Ведь сейчас вокруг Земли вращается огромная масса мусора, десятки, сотни тысяч элементов вращаются от остатков всяких там предыдущих запусков, спутников, которые кончили свое существование и так далее. То есть увидеть Земли сквозь эти сотни тысяч фрагментов летающих где-то там около Луны, вот еще один маленький фрагмент, довольно проблематично. Поэтому, наверное, для этого нужна специальная спутниковая система наблюдения. Спутники эти должны быть на высоких орбитах, и там уже мусора мало, и можно наблюдать дальний космос. Первая, значит, проблема увидеть как можно раньше, когда ему еще лететь там, скажем, неделю, или две лучше, до Земли. А вторая проблема, а как его отклонить? Ведь кроме воздействия какой-то атомной бомбы или водородной бомбы, человечество пока еще ничего не придумало. Но выводить на обиду водородную бомбу никто не согласится. А вдруг завтра будет неудачно? Сколько мы видели неудачных, и эта бомба упадет опять же на землю? Поэтому этот способ не проходит. Значит, нужно уводить какими-то другими способами. То есть, например, посадить или сблизиться с этим спутником, воздействовать на него там чем-то, просто ударить у него вот этой полезной нагрузкой, чтобы он сошел. Лазерное воздействие. Нужен очень мощный лазер. Такой мощный лазер, чтобы часть поверхности этого объекта тоже испарилась бы. Нагрелась и испарилась. То есть, импульс тогда немножечко его сдвинет с траектории. Но опять же, такие мощные лазеры, они требуют, скажем, ядерной накачки. То есть, опять же, нужно радиоактивные элементы выводить на расстоянии, и это опасно для Земли. То есть, здесь проблем масса, но они уже вот близки к тому, что наука наша может уже, так сказать, пощупать, решить. А поскольку наука сейчас развивается по экспоненте и скорость развития, то где-нибудь там через 10-20 лет, я думаю, найдут способ.